СКРИП ПАРКЕТА В начале сентября химчане вернулись со сборов в Кисловодске. Главный тренер Андрей Мальцев отметил, основной упор делали на физическую подготовку. Придерживались схожего плана, что и в прошлом сезоне, который принес клубу бронзу Суперлиги. Восемь дней назад бежали 3 по 800 и совсем практически не трогали мяч. У нас было много штанги, было очень много легкой атлетики и баскетболом мы практически не занимались. Мы дали очень большую базовую нагрузку, которая в сезоне нам поможет прийти к апрелю, к маю в том состоянии, когда мы будем, надеюсь, играть за золотые медали. В отличие от химок, подопечные Евгения Пашутина уже набрали ход, проведя несколько игр и приняв участие в Кубке Харидинова. Итог встречи 66-100 в пользу гостей из Перми. Это одна из первых игр, даже первая. Следующие будут, наверное, лучше и к сезону. Мы проведем 7 товарищеских игр, потом мы стартуем в Кубке и потом уже чемпионат Суперлиги. Поэтому по плану, который мы разработали, мы идем все правильно. Обидно, конечно, там много проигрывать, но мы к этому шли. И здесь можно только сказать, что мы ожидали этого результата. Может быть, не такого крупного, но выиграть нам, наверное, было бы сегодня незакономерно, так скажем. Поддержать команду перед началом сезона 23-24 в баскетбольный центр приехала муниципальный депутат Юлия Ишкова. Игрой осталась довольна. Пожелала успехов в предстоящих играх. Хочу вас поздравить с началом сезона. Обязательно приду. Обязательно буду смотреть и болеть. Обещала прийти, Ольга Михайловна, обещала прийти и будет болеть, причем с шарфиком и все, как положено. Первые игры со зрителями состоятся в рамках турнира памяти капитана БК Химки Александра Петренко. Соревнования пройдут с 17 по 19 сентября в баскетбольном центре. Турнир по традиции является важным этапом подготовки химчан к старту сезона. Наш город всегда славился хорошей баскетбольной командой, хорошей качественной игрой. Я очень надеюсь, что мы сохраним эти позиции и в этом сезоне, тем более, что наша команда довольно-таки успешно выступает. И мне очень хочется, чтобы как можно больше химчан, гостей города, приходили на игры в этом сезоне и поддерживали нашу команду. 17 сентября Химки сыграют с Тамбовым, 18 с Новосибирском и 19 числа с Динамо из Владивостока. Турнир памяти Александра Петренко, который трагически погиб в автокатастрофе 21 июля 2006 года, станет 13 по счету. Вход на все игры свободный. Андрей Липанов, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.